Для собственников и нанимателей жилых помещений исполнителем коммунальной услуги по вывозу твердых коммунальных отходов является управляющая компания. Управляющая компания, каждая действующая на территории города, заключили договоры на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором «Спецэкомаш». Взаимоотношения между собственниками, управляющими компаниями выстраиваются через действующие диспетчерские службы, в которые можно подавать заявки о несвоевременном, некачественном вывозе твердых коммунальных отходов. В свою очередь, управляющие компании обязаны в оперативном порядке принять меры реагирования и отработать данные, имеющиеся заявки с региональным оператором. В соответствии с действующим законодательством, вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется в зимний период времени не реже одного раза в трое суток, в летний период времени – ежедневно. В администрацию города поступает очень много обращений, связанных с непониманием и с отсутствием разъяснительной работы от управляющих компаний, собственниками и нанимателями жилых помещений в части консервации мусоропроводов и консервации мусорных камер. Считаем необходимым дать разъяснение для выстраивания нормальных партнерских отношений между жителями и обслуживающими организациями. Мусорная камера в соответствии с действующим законодательством должна быть оборудована специализированным контейнером для сбора мусора. Навалы мусора в мусорной камере, складирование возле мусорной камеры не допускается. Все эти действия ведут к нарушению санитарных норм, к распространению грызунов, инфекций и тому подобное. Таким образом, управляющими компаниями и администрацией города было принято решение о необходимости консервации клапанов дверей мусорной камеры, установки современных евроконтейнеров под стволом мусоропровода только лишь для целей того, чтобы уйти от навалов мусора в самом помещении мусорной камеры. При этом ряд домов на территории города на общем собрании собственников приняли решение о необходимости полной консервации и мусоропроводов и организации контейнерных площадках на прилегающей территории. В соответствии с действующим законодательством, контейнерная площадка должна располагаться на земельном участке под эксплуатацию многоквартирного дома на расстоянии не менее 20 и не более 100 метров от здания. Ряд домов, проведя общее собрание, приняли такое решение. За счет средств муниципального образования в прошлом году были организованы контейнерные площадки, которые в настоящий момент активно эксплуатируются жителями. Наше мнение, что организация контейнерной площадки, оснащение контейнерных площадок евроконтейнерами является очень действенным способом борьбы с грызунами, которые буквально заполонили ряд домов нашего города. В рамках мероприятий по муниципальному жилищному контролю администрация города Тынды еженедельно проводит мероприятия по контролю за качеством и своевременностью оказания коммунальной услуги, вывоз твердых коммунальных отходов. В еженедельном формате у нас проходит видеоконференц-совещание с Министерством природы Амурской области при участии руководителей управляющей компании, регионального оператора, а также перевозчиков, действующих на территории города Тынды. В случае выявления нарушения качества либо своевременности вывоза твердых коммунальных отходов управляющим компаниям выдаются предписания о необходимости устранения выявленных замечаний. В случае не устранения выданных предписаний управляющим компаниям грозит административная ответственность вплоть до лишения лицензии на право управления многоквартирными домами. В случае наличия претензий по вывозу твердых коммунальных отходов, собственники и наниматели жилых помещений вправе обратиться в администрацию города Тынды в отдел жилищно-коммунального дорожного хозяйства. Телефон, по которому можно обратиться 58 425. В случае поступления заявки специалистам отдела будет осуществлен выезд и составлен акт о ненадлежащей оказанной коммунальной услуге. Далее данный акт направляется в Государственную жилищную инспекцию по Амурской области для применения мер реагирования. Отдельной категорией твердых коммунальных отходов являются крупногабаритные отходы. Крупногабаритным отходом, простыми словами, относятся мебель, вышедшая из строя, упаковка от бытовой техники, вышедшая из строя бытовая техника и тому подобные предметы, которые из-за своих габаритов не помещаются в мусорные контейнеры. Стоит отметить, что строительный мусор, образующийся в ходе текущих и капитальных ремонтов жилых помещений, не относится к категории твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов. Вывоз строительного мусора необходимо собственникам осуществлять самостоятельно, либо путем привлечения управляющих компаний. Телефоны диспетчерских служб управляющих компаний размещены на информационных стендах в подъездах жилых многоквартирных домов. Складирование крупногабаритных отходов при отсутствии отведенных мест осуществляется возле контейнерной площадки, либо возле мусорной камеры. Большая просьба к собственникам относиться к этому вопросу с пониманием, не захламлять подходы к мусорной камере, а аккуратно рядышком это все складировать. Плата за вывоз крупногабаритных отходов дополнительно не взымается, она входит в состав платы за вывоз твердых коммунальных отходов. В дальнейшем администрация города Тынды планирует организовать на территории города несколько площадок, специализированных под размещение крупногабаритных отходов, для того, чтобы уйти от захламления центральной части нашего города. По факту их организации мы дополнительно сообщим. Продолжение следует...